Информационную картину дня дополнят новости спорта в студии Марина Азябина. Здравствуйте. Легкоатлеты Удмурти открыли сезон. На стадионе «Динамо» стартовал Кубок Республики. В первый день многие спортсмены показали высокие результаты. О новых личных рекордах и не только наш первый репортаж. Первый старт сезона собрал более 300 легкоатлетов со всей республики. У каждого из них перед выходом на дорожку своя задача, поставленная тренером. Второй разряд получить на 400 метров. Там 56 секунд. А на 100 – третий разряд, потому что еще ни разу не бегали. Выбежать из минуты на 400 метров, потому что это третий разряд. Я чувствую себя в хорошей форме, я думаю, я смогу выбежать. Первый вид соревнований – женские забеги на 100 метров с барьерами. В нем на дорожку должна была выйти Ксения Лавыгина, член сборной страны и кандидат на участие в Токийской Олимпиаде. Но спортсменка срочно была вызвана на сборы в Сочи, поэтому за звание сильнейшего в этой дисциплине спортсменки боролись без нее. Честно говоря, пробежала плохо, потому что мы с тренером более не готовились именно на барьеры. И вот при стартовой только была разминка, поэтому получился не тот результат, который я хотела. На последнем барьере я остановилась, не смогла его преодолеть. Уже не четыре, уже три шага. Уже как-то техника более лучше становится, чем когда-то была. Так что надеюсь на лучший результат в будущем. О будущем республиканской легкой атлетики на этом чемпионате говорили и тренеры. Рассчитывают на улучшение личных результатов спортсменов в ближайшем будущем. К пику формы выйдут в середине лета. К этому же времени и наберут необходимый стартовый опыт. Спринтерская группа сборной республики, она довольно-таки сильно выступает на первенстве чемпионатов Российской Федерации. В частности, Лобыгина и Ксения в составе сборной России готовятся на олимпийские игры. Зорина и Катерина тоже сейчас на сборах в Сочи поехали недавно. То есть, надеемся, что действительно у нас наконец-то прорвется и будет. Кто на каком уровне сегодня выступают наши легкоатлеты на российских соревнованиях, мы довольны. То есть, мы считаем, что легкоатлетики развиваются динамично, а вот мы не очень, может быть, зрелищно, да. Но, тем не менее, у нас достаточно много последователей легкоатлетики. У нас прекрасные тренера. Первый чемпионат республики в своих стенах принял стадион «Динамо». Следующий старт сезона пройдет здесь же, 21 и 22 мая. Продолжаем выпуск. В Матичах завершился второй всероссийский фестиваль массовых танцев на льду. Участие в нем приняли фигуристы из 33 городов страны возраста от 5 до 75 лет. Выступали там и юные глазовские спортсмены. В номинации «Золотой лед» с танцем «Слезы войны» они заняли первое место. В другой номинации «Серебряный лед» команда из Северной столицы стала второй. В шаге от подиума остановились глазовчане с танцем «Джаз». В самом разгаре сезона и у маутинбайкеров в Перми прошел всероссийский турнир «Перим МТБ Кап-2021», где успешно выступил наш земляк Павел Балобанов. В своей возрастной группе спортсменов 16-ти. В 29-ти лет он занял второе место в дисциплине кросс-кантри протяженностью 30 километров. Его земляк Матвей Вахрушев среди гонщиков 13-15 лет был первым. Впереди у Павла чемпионат страны в Челябинской области. А теперь побываем на других аренах. В Ижевске прошли соревнования в рамках спартакиады, бодрости и здоровья среди сотрудников и преподавателей технического университета. Очередным видом программы стал турнир по трофе-аэробике, который проводится уже второй раз. Они сидят за компьютерами, читают лекции, теории какие-то. Мы просто подняли со стульев и сказали, давайте мы с вами потанцуем, эмоциональный разряд поднимем, чтобы эмоции просто плескали. Участники тоже считают, это активный отдых и отличный способ пообщаться и развеяться после трудового дня, а также познакомиться поближе с коллегами. Ну а победителем соревнований стала команда Института физической культуры и спорта ИЖГТУ. В конце июля в Японии должны стартовать летние Олимпийские игры. Но многие жители страны выступают за их отмену из-за пандемии COVID-19. Таковых 60%. Остальные 40% считают, что игры должны проводиться с ограничением количества зрителей или вообще без них. Ситуация с коронавирусом в Японии остается сложной. В апреле в Токио был введен режим ЧС и он продлен до конца месяца. У меня тоже двоякое мнение и как у спортсмена, как у тренера, как у судей и в то же время как у простого человека. Конечно найти оптимальную формулу проводить игры, не проводить очень сложно. И это будут, конечно, решать люди, которые действительно владеют ситуацией, владеют какими-то показателями улучшения, ухудшения эпидемической обстановки в стране. Я просто хочу пожелать всем спортсменам продолжать готовиться к этим Олимпийским играм. Потому что я все-таки надеюсь, что у нас состоится. Напомним, Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. А теперь традиционный анонс спортивных выходных. В субботу в 9 утра на центральных кортах стартует турнир по большому теннису. В этот же день в спортзале «Динамо» определяют сильнейших участники соревнований по спортивным танцам. Ровно в 11 муниципальном дворце спорта стартует Республиканская детская лига плавания. А в зале Метакадемии пройдет чемпионат ИГМА по тяжелой атлетике. И 16 мая в 12 в 20 спорта «Отгу» состоится гонбольный матч в рамках плей-офф чемпионата российской женской суперлиги. Ижевский университет будет принимать клуб «Ставрополье». Приходите поддержать нашу команду в ход на рену свободной. Я же с вами на этом прощаюсь. До встречи.